Вся жизнь наша это медитация, это уже духовная практика. Я против того, чтобы разделять одно от другого. Вот есть там реальная жизнь, а есть какая-то духовная. Все это бред. Мы живем внутри Бога, как я и говорил. Вот все это пространство это некий Бог, у которого структура чистилища. Хотите вы, не хотите, вы так или иначе соприкасаетесь с какими-то элементами, духовными элементами. Просто многие люди не понимают, почему они страдают, почему идет воздействие паразитов. Они не включают свою осмысленность. Для меня нет разделения духовного и недуховного. Нету такого. Есть разделение, ты понимаешь, что с тобой происходит или не понимаешь. Вот только вот в этом моменте. Все, только вот в этом. Больше ни в каком, ни в другом каком-то моменте я это не разделяю, не отделяю. То есть человек просто, когда переживает какой-то опыт, и каждый из вас переживает мистический опыт. И когда сталкивается с мистическим опытом, он пытается это интерпретировать с какой-то точки зрения логики, социальных каких-то моментов, психологии, допустим, и так далее. И если у него это получается, эта картинка, если получается, он как бы в этой картинке и находится, он и живет в этой картинке. Когда вот эта картинка не складывается, там начинаются проблемы психологического момента и так далее. И вот для меня вот этот момент. Осмысленно ты что-то делаешь или не осмысленно? В вашем вопросе прозвучало, вот в молодости бросало вас из одной стороны в другую сторону и так далее. В принципе, если вы почитаете, в принципе, о жизни любых гуру, любых супердуховных каких-то учителей, они все были гиперсексуально активные. Есть паразитарные образы, как правило, навязаны христианской вот этой доктрины, мифологии и так далее. Это схоластика, то есть, ну, как бы религиозное вот такое, как сказать, религиозно-логическое движение ощущения Бога через познание, да, через логику познания, через логику каких-то моментов определенных. Но здесь интересный момент присутствует, что когда мы видим реальную историю, реальную историю, реальных каких-то святых, там еще что-то, то у них есть период, где они занимались сексом, и всем остальным во грехах, и в какой-то момент они раскаивались в своих грехах. То есть, понимаете, не бывает сразу святых, которые вот все сидит он и весь в позе лотоса или еще чего-то, или каких-то моментов. Как правило, это сказки, люди все живые, я постоянно это, ну, объясняю и рассказываю. Ну, допустим, например, Саи Баба. Огромное количество почтетателей у Саи Бабы, он был педофилом. То есть, есть информация, есть источники, любил молодых, совсем молодых мальчиков. Закрывали на это глаза, индийские власти, они все это знали, все это понимали, но это была фигура такого масштаба, что они пытались, как бы, ну, не углубляться вот в этого все. У Оша был гарем, в буквальном смысле, гарем из женщин. Допустим, у Сагьял Ринпоче, которые приближены к лами Сагьял Ринпоче, который написал книгу и внес какую-то свою лепту в буддизм. Вот «Маленький Будда» есть фильм, да, вот там вот тоже это раскрывается, по-моему, то ли по его книге, то ли по какой. Вот, под старостью лет был обвинен в том, что было сексуальное воздействие на его подопечных. Ну, во-первых, он рукоприкладствовал, то есть мог взять статуэтку Будды и кинуть в голову девушке, что там происходило, его последовательности и так далее. Там много каких-то моментов. То есть, в принципе, человек должен пройти энергию Муладхары, и лучше всего он должен это пройти в юном возрасте, да, в юном возрасте, в апреле, в старом парке «Тает снег». Вот, вы должны это пройти. Не бывает такого, что вы раз и перепрыгнули эту энергию. Сексуальная энергия, она очень важна. Вот что получилось с Сагьял Ринпоче, это то, что он сразу прыгнул. Он перепрыгнул вот этот момент сексуальной энергии, а она никуда не девалась в нем, она была. И он ее стал как бы понимать и учиться с этой энергией сексуальности только под конец своей жизни, когда у него деньги появились, власть появилась, девушки красивые появились и так далее. Тот же самый, допустим, и отсюда проблема. Если бы он там занимался этим всем где-нибудь там в 14-15 лет, никто бы слова не сказал, да, что и как и почему. А когда он уже к 70 годам, вот это произошло, ну, тут как бы все подумали, ну, вроде гуру, вроде учителя, что с ним происходит. А вот то и происходит. Он в свое время перепрыгнул вот этот момент Муладхары, этой энергии сексуальности, работы с ней, проработки всех вот этих движений определенных и попал в такую определенную ловушку. Вот. Недопонимание окружающих людей. Поэтому я, в принципе, с другой стороны, ну, еще хотелось бы добавить. Конечно, если мы вспоминаем Алистера Кроули, то это вообще как бы... Это вообще смешной чувак был. Это вообще там так все. Все было. В общем, все. Все. И там Сатурналии в пассивной роли и все остальное. Так что давайте, друзья, не будем вот рассказывать о мифических каких-то образах, где человек просто отключен от этой энергии Муладхары. Он ее не пережил, он ее не прошел по какой-то причине, потому что он а-ля святой. Такого не бывает. Поэтому в своих стримах очень часто я рассказываю какие-то моменты и показываю, что, друзья, все, чем вы занимаетесь, является практика. Все в буквальном смысле. Разница заключается только в том, что ты осмысливаешь, что с тобой происходит, или не осмысливаешь. Ты открываешь себя этому или не открываешь. Ты, грубо говоря, понимаешь, как это работает, как это воздействует на тебя, или не понимаешь. Вот и все. Потому что когда с тобой происходит какой-то процесс, и ты в нем участвуешь, но ты не включаешь свою осмысленность и осознанность, ты, соответственно, не идешь по этому квесту. Ты не понимаешь, что происходит. И это бесконечно будет возвращаться к тебе. Возвращаться, возвращаться, возвращаться. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. И одна и та же ситуация. Ну вот возьмем, допустим, гуру Виногородский. Дао Дэ Цзин, он с Дао очень хорошо работал, наш современник, российский, китайский, Вет и так далее, Виногородский. Про Дао. У него огромная, как я понял, и любовница, и не одна жена. То есть человек тоже склонный к гарему какому-то определенному. Слава богу, у него там получается, и слава богу, его еще не обвинили в каком-нибудь насилии, изнасиловании. То есть в этом моменте Виногородский, конечно, талантливый человек, что он совместил все свои сексуальные объекты, и они как-то не пожрали друг друга и не сожрали его. Вот в этом его талант. В современное время, конечно, когда прилететь может очень-очень сильно. Так, поэтому, в принципе, я все это понимал, в принципе, я всю эту структуру уже осознавал, и я понимал одну простую вещь, что если у тебя есть какая-то фантазия, какие-то моменты, не нужно закрывать глаза, нужно идти к этому навстречу и посмотреть, а что будет, а почему оно с тобой происходит, а какие моменты происходят, а с чем это связано, как это работает. То есть вы должны исследовать себя и свои реакции на те энергии, с которыми вы сталкиваетесь.